Всем привет! Сегодня у нас Vesta 2020 года с двигателем H4M. Автомобиль приехал из города Перми. Здесь метан и вот такой баллон стоит в багажнике. Машину привезли на регулировку тепловых зазоров клапанов. Для регулировки клапанов нам потребуется прокладка клапанной крышки, прокладки впускного коллектора и свечи по желанию. Машина используется в такси. Пробег автомобиля на текущий момент 85 тысяч километров. Метановое оборудование здесь используется с самого начала эксплуатации. H4M комплектуется вариатором. Это полностью алюминиевый двигатель. В прошлой жизни он назывался HR16DE. Нам он уже знаком, мы такие моторы капиталили. Знаком он нам по Nissan T-ID, Nissan Juco. Видео по ним не выкладывалось и пока что находится, скажем так, в стадии стола монтажного. Дело в том, что были уже вопросы по поводу этого двигателя. Мы регулировали зазоры клапанов на нем неоднократно, делали, машины приезжали. Но сегодня вот решили снять видео про Vestu 2020 года. Я расскажу про расход масла. Мы посмотрим сам двигатель, сделаем эндоскопию. Сейчас двигатель работает на бензине. Метановая установка. Вот с таким редуктором газовым. Здесь присутствует манометр. Который показывает впечатляющие 160 атмосфер. Работает относительно хорошо. Перед началом работ закрываем клапан на баллоне. Давление слишком велико, рисковать не стоит. Двигатель, который мы так хвалили, 1.6 с чугунным блоком, уступил место под капотом более современному алюминиевому двигателю. В этой версии один фазорегулятор на впускном распредвалу на выпуске «Простая звездочка». Нам также попадался вариант этого двигателя с двумя фазорегуляторами. Вазовский робот, на котором приходилось менять сцепление каждые 10, 15, 20, 25 тысяч, уступил место более современному вариатору. Едет он плавнее и приятнее. Иногда говорят, что недостаток этого мотора – трудный демонтаж свечей. Но снятие ресивера здесь занимает очень небольшое количество времени. Очень сложного нет. На днях к нам приезжал X-Ray с таким же мотором, тоже с вариатором, тоже клапана регулировали, тоже такси. Там, конечно, потеснее в моторном отсеке и работать менее удобно, чем здесь. Здесь будка Вестовская, соответственно, места побольше. Вот он вариатор, есть теплообменник. Мотор сухой, течи нет. Но вот X-Ray, который мы делали, у него тек передний сальник. Точнее говоря, довольно сильно потел. Когда мы сняли плиту и посмотрели на сальник, он стоял немножко криво. В общем, как в анекдоте, место проклято. Но здесь все хорошо. И сальник сухой. Неоспоримым достоинством личного для себя, я считаю, выпускной паук. 4.1 трубы, потом идет фланец с графитовым кольцом. А катализатор располагается вот здесь. То есть за рулевой рейкой. Он отнесен от двигателя. И это одно из самых удачных расположений. То есть до мотора ему лететь далеко. Здесь вот две банки. Вот первый элемент и второй элемент. Так что за катализатор здесь можно не переживать. Никуда его не всосет, не втянет. А даже если он и разрушится, то до мотора ему лететь очень далеко. Так что за катализатор можно не переживать. И не надо бежать его удалять. Расположение первой лямбды, конечно, весьма неудобное. Она находится вот здесь вот. И открутить ее тяжело. Поэтому эндоскопии катализатора сегодня не будет. Да и я думаю, что переживать там не за что. По задней части автомобиля все аналогично тем же машинам, которые к нам приезжали даже в числе выхлопа. То есть трубы здесь довольно маленькие по диаметру. Но для двигателя 1.6 это достаточно. А вот мотор 1.8, они душат прилично. Сам блок цилиндров представляет из себя алюминиевую отливку. Она очень тонкостенная. В нижней части прикручивается плита. И вот такой маленький поддончик. Как бы не хотелось бы здесь сейчас про Ашер-16 что-то рассказывать. Потому что, ну пусть вас хоть что-нибудь продаст. А то опять скажут нам, какой мотор не приедет. Все мы обсираем, обхаиваем. Поэтому мы не будем сегодня ничего здесь обсирать и обхаивать. Просто покажем то, что найдем. Тонкостенная передняя плита. Герметика здесь не пожалели. На правом приводе есть опора промвала. На трех болтах. Масло мы сливаем в чистую канистру. Потому что владелец, с его слов, заменил недавно масло. И менять его снова не желает. А нам его нужно слить. Придется залить обратно. В двигатель. Сливаем потому, что откручиваем переднюю плиту. И соответственно все потечет. Поэтому нужно его слить. Стружки не видно. Масло темное. Но нет, оно не темное. Оно вот такое янтарное. То есть на газу обычное дело. Заливает он шелл. 5В40. Пытался использовать 5В30. Расход масла. Очень интересная тема для этого алюминиевого мотора. Вот конкретно на данном экземпляре. Расход масла за 7500. Это интервал замены масла здесь. Составляет примерно 2 трети щупа. За весь интервал. Что в принципе для него является нормой. Крышка демонтирована. Под ней все чисто. Идеально чисто. Газ так не загрязняет двигатель, как бензин. Точнее говоря, не загрязняет масло. А масло не загрязняет двигатель. Вот более правильная цепочка. Распредвалы чугунные. Это конечно плюс. Выработка на зубчиках очень невелика. Свечи в хорошем состоянии. Натяжитель вышел примерно на 4-5 зубчиков. Зубчиков там еще очень много. Около десятка. Поэтому ходит примерно цепь около 200 тысяч. Ну скажем так, если кто спокойно ездит, то наверное и больше. Так что сейчас здесь никакой необходимости в замене комплекта ГРМ нет. Шеки распредвалов все в хорошем состоянии. В отличном я бы сказал. Есть вот редкие мелкие единичные царапинки. Несущественные. Все здесь замечательно. То есть как видите. Масло работает. Делает свое дело. Зазоры на впуске по 0,3 укладываются в допуск. Со впуском делать ничего не надо. На выпускных клапанах 0,1, 0,2, 0,18, 0,25. Заводской допуск 29-37. То есть здесь клапана уже зажаты. Их нужно регулировать. Гидрокомпенсаторов здесь не предусмотрено. И регулировка осуществляется стаканчиком. Вот так он выглядит. Стаканчик номерной. Регулируется тепловой зазор подбором толщины стаканчика. Стаканчики нужно покупать. Для регулировки зазора клапанов нужны толкатели. Каждый толкатель стоит достаточно приличную сумму. Их здесь в данном случае нужно 8 штук. То есть можно использовать запасы какие-то. Вот у нас тоже есть на разные модели. Некоторое количество толкателей. Не всегда все можно подобрать. И второй вариант подбора, точнее говоря регулировки, это шлифовка пятачка. Вот здесь вот находится внутри пятачок, который можно подшлифовать на необходимую толщину. И тем самым отрегулировать зазор. Есть противники этого варианта ремонта, регулировки. Значит они обосновывают это тем, что идеально точно подточить не получится. И соответственно какие-то будут перекосы, которые будут влиять на то, что будет толкатель этот не крутиться. Или крутиться излишне быстро. Или он будет работать с перекосом. Будет разбивать направляющую втулку. На самом деле такие мнения существуют. Они известны. Но я как практик вот этого ремонта и таких регулировок могу сказать следующее. Мы наблюдаем и делаем регулировки на многих автомобилях. Таксисты приезжают по нескольку раз. То есть на протяжении 200, 250, 1300 мы наблюдаем динамику изменения. То есть подтачиваем толкатели. Вот этого пятачка хватает на несколько сотен тысяч километров. То есть практически на весь срок службы двигателя и автомобиля. В течение вот этих вот нескольких регулировок на одной и той же машине я наблюдаю, каким образом прирабатывается пятачок. Изнашивается или нет гнездо толкателя. Негативных изменений я не отмечаю. Так что данный вариант вполне себя зарекомендовал. Он нами опробован на протяжении многих лет. И делается такая регулировка всего лишь в течение одного дня. Тем, у кого нет газового оборудования, пропанового или метанового на автомобиле с этим мотором, беспокоиться о регулировке не о чем. Регулировка будет делаться только при капитальном ремонте двигателя. Несомненно вас интересует экономическая сторона эксплуатации автомобиля с метаном. Так вот, скажу следующее. Машины с пропаном сейчас уже не актуальны, ввиду слишком высоких цен на пропан. В некоторых регионах цена уже дошла до 42 рублей за литр. При том, что расход на пропан-бутановой смеси больше, чем на бензине, то экономической составляющей просто нет. Я спросил у владельца, что с расходом метана и как с динамикой. После установки метанового оборудования, говорит, динамика была очень плохой. Поставили вариатор опережения угла зажигания. Газовщики ему где-то в Перми. То есть не спрашивайте, где, я не знаю. И после этого динамика, говорит, стала приемлемой. По поводу расхода, он заправляет 20 кубометров метана на 400 рублей и проезжает 200 километров. Эксплуатация машины, практически весь вот этот пробег осуществлялась только в городе. То есть это такси внутри города. На трассу, говорит, приехал первый раз, наверное, за весь срок службы машины. Вот до нас он доехал. Расход на трассе, говорит, порадовал. Расход невысокий. Так что получается дешевле, чем на пропане езда. По поводу стоимости регулировки клапанов и экономической целесообразности, могу лишь сказать, что раз 80, 70 или 90 тысяч пробега вполне можно себе позволить отрегулировать клапана. Вот просто для образца толкатель с подточенным пятачком. Разница в толщине пятачка и основания составляет миллиметр 30. Так что запаса на регулировке здесь очень много. Шлифовать можно до того, как этот пятачок исчезнет и сравняется с общей плоскостью толкателя. После этого потребуется либо замена сёдел, но скорее всего будет цельсообразнее заменить головку, потому что сёдла очень тонкие. Двигатель HR16DE и двигатель H4M имеют некоторые отличия. В частности, на HR16DE форсунок охлаждения поршней нет, но есть сверление в шатунах. На тех логанах, которые к нам приезжали вот с этим мотором, были форсунки масляные, полноценные. Но логаны жаловались на некоторый расход масла, который составлял граммов 300-400 на 1000 километров. И в принципе был в допуске завода-изготовителя, и в общем-то оснований для гарантийного ремонта там не было. Поэтому они ездили, приезжали несколько раз на регулировке клапанов. Здесь ситуация мне пока неизвестная, есть форсунки или нет. Я постараюсь посмотреть видеокамерой. Здесь есть технологическое отверстие в блоке вентиляции картера. А пока что я посмотрю камерой эндоскопом состояние хона и цилиндров. Первый цилиндр эндоскопии. Хон яркий, есть единичные полоски. Некоторые в корейцах кричат, что это страшные задиры, но эти полоски ни на что не влияют. И так с хоном все хорошо. Здесь тоже все нормально. Есть отложения от сгоравшего масла. Второй цилиндр. Это все отложения от масла. На Логанах тоже самое наблюдали. Задиров нет. Хон яркий. Мелкие полосочки есть. Криминала нет. Лапана все целые. Третий цилиндр. Тоже есть отложения на поршне. Единичная полоска. Хон яркий. Четвертый цилиндр. Поршень в отложениях. Хон яркий. Тут проблем нет. Отложения от масла здесь побольше. А сейчас через технологическое отверстие блоки цилиндров попробуем посмотреть, что происходит с поршнем. Так, вот мы смогли долезть камерой и наблюдаем шатун первого цилиндра, крышку. И масляную форсунку, которая здесь присутствует. Вот это одно из отличий двигателя Ниссана и ВАЗа. На ниссановском моторе этих форсунок нет. Так, попробуем. Как-то надо посмотреть цилиндр. Но пока это сделать не могу. Видим, что весь двигатель внутри абсолютно чистый, как новый. Вот, наконец-то, мы смогли увидеть поршень. Он абсолютно чистый и вымыт маслом. Так что за задиры можете не переживать. Их здесь не будет, благодаря масляным форсункам. Это все, что нужно знать про Весту с двигателем Аш-4М. Мы убедились в том, что здесь есть масляные форсунки охлаждения поршней. С одной стороны это плюс, с другой стороны минус. Большой объем и количество масла, подаваемого в зону поршней и колец, предъявляет особые требования к этим самым поршневым кольцам. Так что может наблюдаться некоторый расход масла. Что мы по поршням и видим. Ничего страшного в этом нет. Есть заводские допуска на расход масла. Кольца здесь довольно тонкие. Так что некоторый расход масла здесь может быть. И это будет являться нормой. Зазоры отрегулированы. ГРМ собран. Все выставили по меткам. Продолжаем сборку. Двигатель собран. Двигатель работает. Сейчас на бензине. Вариатор стоит вот здесь. Вот он. Чемокас. А, это форсунки так работают, как будто поршня на ФЦ-шке стучат. Четыре форсунки. Задиры в кул. Задиры в кул. Но владельцы корейцев об этом только мечтают. Выключи-ка еще. Смотрите, сейчас стучать перестанет. И выключи. Все. Задиров нет. Не стучит. Безусловно, если сравнивать с теми Вестами, которые приезжали на роботе, это едет намного приятнее. Плавнее, ровнее, без рывков, каких-то дерганий непонятных. Все-таки вариатор, если сравнивать с роботом, который был на Весте, это тема. Другой вопрос, сколько он прослужит. Насколько хватит ремня. Но это другой вопрос. А на первом плане все-таки комфорт и удобство вождения. Машина на метане, если сравнить с бензиновым вариантом. Я сейчас сделал кружок на метане. Переключусь на бензин. На метане, конечно, едет немножко более вальяжно. Но едет. Всю работу мы выполняем за один день. Сейчас у нас вечер. Скоро клиент приедет и заберет свой автомобиль и поедет домой. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания. Современный автомобиль с вариатором, импортным двигателем. Едет, как иномарка, даже лучшие иномарки. Нет задиров, есть масло в форсунке. Пять или семь лет об этом можно было только мечтать. Я думаю, эта машина заслужила выбора. Выбор Каплана. Я думаю, он оценит этот автомобиль по достоинству. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Продолжение следует...